теперь приступим к пошиву выкройку я уже перенесла на кальку складываем сеточку вдвое и выкраиваем можно по-другому не складывать сетку вдвое а примеру вот так одну часть так другую чашку так будет конечно экономичнее расход сетки но я по-ленивому выкрой укладываем закалываем булавочками и вырезаем мы вырезали сеточки на шлиф следующим шагом нам понадобится обработать верхний срез что нам нужно это измерить длину среза сантиметровой лентой и умножить на коэффициент эластичности то есть у меня вот здесь 31 сантиметр и умножить на коэффициент эластичности я беру 085 средний коэффициент но вы смотрите по своей бейки сейчас покажу у меня такая не особо плотная то есть хорошо тянется не рыхлая хорошего качества бывают еще плотнее это нам не черная 20 миллиметров есть я бы там на 09 или 088 бы использовала если у вас бейка еще рыхлее то вы там уже смотрите по ее растяжимости измеряем и пристрачиваем бейку любым из швов там сейчас наглядно покажу разные варианты мелким зигзагом можно либо трехступенчатым зигзагом я специально пришлось контрастными нитками по кусочку бейки чтобы вам было видно мне нравится мелкий зигзаг больше я буду использовать эту строчку отрезала бейку длиной 27 сантиметров я округляю сюда большую сторону то есть у меня получилось 26 и 3 я округлила до 27 вам также рекомендую все таки чуть чуть больше сторону гулять теперь скалываем булавочками и на швейную машину начале и в конце строчки делаем закрепки бейку я пришила теперь нам нужно будет обработать вот эти срезы также измеряем длину среза так у меня это 22 сантиметра и здесь я предпочитаю использовать коэффициент эластичность 10 процентов то есть 09 это у нас значит получается примерно 20 сантиметров и добавляем сантиметра полтора здесь хвостик то есть получится 21 с половиной отрезаю также две бейки и пристрачиваем либо зигзагом либо трехступенчатым зигзагом как вы выбрали с недракой обработку вначале в конце строчки ставим закрепки бейку при тачалом теперь я отмечаю булавочками места стыков чашек от снизу и сверху прикладываем и отмечаем нужно мелком нужно маркерами специальными для тканей кому как удобно теперь накладываем друг на друга то есть у нас должны все эти точки соприкоснуться здесь у нас идет конец этой чашки здесь конец этой скалываем булавочками сейчас можно эту часть сметать чтобы при притачивании бейки ничего никуда не отходило сейчас измеряем весь этот нижний срез и умножаем на коэффициент эластичности как вы помните я использую 085 умножаем и пришиваем бейку сейчас мы с вами пришьем застежку переворачиваем наизнанку правой части для нас застежку с крючками и для нас к левой части петельки и проходимся мелким визагом застежку мы с вами пришили теперь подготовим бретели отрезаем две бретели длиной 45 сантиметров и две маленькие бретельки полу сантиметра 3 кому как удобно это для того чтобы вставить колечко и пришить к стану таким образом можно побольше можно такую длину кому как больше нравится подготовили фурнитуру это два регулятора и четыре колечка сейчас мы с вами вставим регулятор бретели продеваем как я показываю на видео можно заколоть булавочкой можно не закалывать и прям так под швейную машину здесь мы проходимся мелким зигзагом все это закрепляем аналогично и со второй бретелью здесь точно так же мелкие бретельки надеваем в колечко и на изнаночную сторону стану примерно сюда закалываем и проходимся мелким зигзагом также все это притачиваем что же делаем с верхними мы с вами оставляли полтора сантиметра вставляем колечко и отгибаем прикалываем и проходимся также мелким зигзагом зигзагом и сами все закрепили теперь вставляем бретель кладем лифт лицевой стороны к нам также бретель продеваем через кольцо чтобы получилось что смотрит на нас лицевой стороной далее продеваем в регулятор и колечко и так же проходимся мелким зигзагом закрывая вот этот вот срез так с обеими бретелями и лифт у нас готов